Микробно-топливные элементы Боктерии, находящиеся в анодной камере, поглощают углеводы и выделяют углекислый газ, протоны, а также электроны. Протоны через мембрану попадают в катодную камеру. Бактерии избавляются от электронов, сбрасывая их на анод. Затем электроны по внешней цепи поступают на катод, где соединяются с протонами и кислородом воздуха, в результате чего образуется вода. При конструировании установки наша команда остановила свой выбор на двухкамерном мембранном микробном топливном элементе по причине того, что нам эта конструкция показалась наиболее наглядной и удобной для исследования. В ходе работы нами было собрано несколько установок и мы остановились, как нам кажется, на наиболее оптимальном варианте. В анодной камере, где находится грязь из реки Чертановки, содержащая микроорганизмы, вырабатывающие электричество, мы создавали анаэробные условия, ограничивая доступ воздуха по плавкам. В катодной камере находится раствор хлорида натрия. Между камерами расположена катионообменная мембрана, пропускающая протоны водорода из анодной камеры в катодную. В качестве анода мы использовали пластинку макропористого кремния, легированного сурьмой, изготовленную специально для нашего эксперимента в НИЯУ МИФИ. В сравнении с другими материалами пористый кремний показал наибольшую эффективность. С другой стороны пластинки напылен тонкий слой алюминия, для того, чтобы можно было припаять провода. Катод – это пластинка шунгита, природного камня, в состав которого входят фуллерены. Анод полностью погружен в грязь, а катод лишь наполовину погружен в воду. Сразу после подключения значения напряжения были зафиксированы в районе 0,7 В. Спустя сутки напряжение выросло до 1,1 В, после чего наблюдалось постепенное падение напряжения до 0,8 В. И это значение сохранялось в течение всего времени наблюдения. Сила тока в системе была нестабильна, что объясняется недостаточно изолированными контактами и током утечки в связи с малогерметичностью установки. Наш микробно-топленный элемент в среднем выдает значение, недостаточное для питания светодиода. Поэтому мы собрали систему из одинаковых ячеек и соединили их между собой, чтобы достичь нужного нам значения напряжения. Еще мы заметили зависимость силы тока от объема установки. При его уменьшении сила тока падает, а напряжение остается неизменным. Сконструированная система отличается следующими особенностями. Компактность, мобильность и экологичность. Также мы использовали совершенно новые материалы, которые позволили нам добиться эффективной работы нашей установки. На данном этапе работы мы добились положительных результатов и не намерены останавливаться, а готовы дальше продолжать наши исследования и качественно улучшать характеристики разработки.